Ну давай решим, какой у нас сначала будет гропак И построим основу Пока что без декора Потом отдельно сделаем декор Большой делать будем, или? На человека На человека? Ну, на робокс робота Моего гропака Ну, типа такого Ну, вообще-то все гропаки такие Так, ну всё начинается со стульчиком Так, давай я тогда сажусь Ставлю тортик в себя И мы их сделаем в заднюю часть гропака Мы же опа квадратная, так что Это под обоих получится А зачем ты отдельно сел? А, ну да Так Сейчас нужно посмотреть примерно, как он будет на персонажа Вот это всё Сейчас я кое-что-то делаю Механизмы не шарю, поэтому ты там будешь На механизмах я шарю Пока что без декора сделаем А потом отдельно, типа, декор записи Потому что так легче, думаю, будет Потом просто будем детали заменять Декором Допустим, это часть гропака задняя Ну да И ещё трубы там идут Сейчас я ещё повыше подниму Да Сейчас я хочу вводить Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас я буду делать так вот я примерно сделал основу граб пака еще немножко короче сейчас я сделаю механизм гарпунами и вот это граб пак от него уже можно понять как он будет выглядеть пока что руки будут как просто квадратики вообще без декора побольше первый квадратик и 2 пока не будет но что сейчас сделаем механизмы а потом уже отдельно будем делать декор так будет удобнее на видео смотреть типа сначала механизм а потом декор так удобнее а именно во время съемок ладно пофиг он пофиг так сейчас я ставлю золотой гарпун под наконом 15 градусов после чего я беру шарнир с совпадающим вращением и ставлю прямо на кончик механизм кстати крымсон придумал самый первый ставите красную перчатку не пока подожди но я покажу как он работает так вот как это работает механизм получается гарпун стреляет а шарнир в нему подцепился и типа гарпун стреляет шарниром это как своего рода переходник типа переходник гарпун у типа вот он летит а шарнир вместе с тем это типа переходник он хватает типа гарпун вот как переходник а с другой стороны уже можно ставить блоки переходник короче украсуется рассказал так сейчас я тогда это штуку поставлю вот сюда в руку так я пока вот так сделаю так думаю рука будет немножко на расстоянии получится поменьше делать да может не красить пока нужно победу кора вот получается вот шарнир не касается блоков самое важное теперь я вот сюда просто руку перемещаю сейчас я прозрачить поставлю это у нас механизма получается и бесконечно нет и чё я знаю как сделать так сейчас я вторую штуку устанавливаю тоже типа синяя рука будет а шарнир где шарнир не дюкнулся бак новый ставь прозрачность поставь к ней убери а чё ты без фиксации строишь надо фиксаться как развалится так сейчас мы подцепим гарпун и потому что они просто возьмут и упадут час так где-то нужно будет опять совпадающие вращение так не они реально они они не цепляются ни за что они упадут как они стрельнут они сразу упадут пошли у них изменится хитбокс потом если нижняя платформа должна к чему-то подцепляться именно нижняя платформа должна к чему-то подцепляться а зачем ты забор поставил так же нормально я люблю заборы граб пак очень тяжелый поэтому небольшая беда можно даже сейчас знаешь проверить а как у меня золотой гарпун ну больше нет но сохрани тогда не погоди мы сейчас дадим тогда механирующим проверим и поступим декор ну да так очень быстро строится о чем легок в строении но самое главное что я хочу сделать это не сам граб пока механизмы взаимодействия чем может взаимодействовать вот каждая кнопка за каждый гарпун отвечает так все готово сейчас я который открывается от нажатия граб пока и небольшой коньян через который может быть перепрыгивать а почему из дерева там же через металл у нас будет из дерева у нас дефицит металла у меня восемь косарей вообще то его больше всего у меня да блин я все твой свой свое золото потратил на это так вот допустим вот это у нас дверь сейчас я еще не рисую делаю деревом для красоты он сделал пират не знаю зачем так вот дверь сейчас мы делаем механизм так всем понятно если какой-то блок ударит о кнопку то кнопка не нажмется вот кнопка если на нее упадет блок то кнопка не нажмется это физика билд билд работал час я покажу даже вот блок вот он падает на кнопку и кнопка не включается так что если рука граб пока поводят на кнопку то она не включится поэтому и делаем по-другому хочу зачем это даже нажимные плиты какие нажимные плиты нет что это очень долго и сложно мы все облегчим в миллион раз и сейчас покажу как так сейчас мы сделаем дверь дверь у нас будет вот входит в блоке типа вот а если она разморозится то она даже не упадет поэтому мы ставим перемещение на 10 перемещаем ее вот сюда ставим вот здесь два поршня так погоди на дверь повыше поставить то и механизмы не могу сделать сейчас займет пару секунд вот дверь так что я тоже подумал под ней нужно будет поставить два поршня которые будут ее поднимать вверх чтобы она может до двери когда на них нажимают они вверх что ты делаешь я уже сделал пока покрасит и двери там их тоже потом докур делаем так смотри вот этот механизм получать будет поднимать дверь вверх типа она открывается еще один механизм будет ее задвигать то есть поршней тут я прям ставлю и он задвинет эту дверь так как мы переместили на 10 делений то она ровно по идее это двинется так теперь он будет поставить кнопки я еще хочу делать таймеры чтобы дверь открылась не сразу а типа заполнялась ее 40 как бы это обычно у нас там все привязалось куда-то не надо что отвязать а погоди твоя это выделим так включается смотрите я хочу сделать во первых должна быть кнопка которая будет запускать дверь то есть задвигать ее в эту рамку вот это у нас есть одна кнопка вот также должна быть вторая кнопка который будет находиться вот здесь который будет отвечать за эти два поршня типа открывать саму дверь давай сделаем этот а почему зеленый так смотри мы делаем типа датчик допустим мы же пока без декора делаем типа вот эта кнопка похожа на руку а еще не похожа на будущем будет похожа мы делаем а зачем ты задвинуть лучше как можно меньше чтобы побольше кнопку было видно смотри датчик повышенную поставить так сейчас я делаю чуть побольше а там где вот эта штука заполняется а я понял типа вот так смотри я разверну вот кнопка есть на нее нажать то включится эти пошли дверь подымется а снизу я хочу вот так сделать смотри типа она будет заполняется когда в оригинальном попе плей тайм вот запускается дверь строку загрузки я хочу делать буду нас еще рука будет так что он поменьше и так перекрасить синий не такой сам попробуй смотри тут нужно узнать какая длина а чё это куда а давай так тут трамплинчики будет да правильно сидишь а зачем лампочки а точно так это это может очень сильно нам облегчить да да я понял чё без микрофона раз да с этим будем гораздо легче даже два три четыре пять вот это строка я перекрашу кнопочки лампочки смех отвязываем и будем кое-чё делать смысле а куда не привязались а я понял мы хотят так теперь у нас есть пять таймеров каждый таймер нужно привязать друг другу таким вот он так пиратный девочек это все их на расстояние перемещу а то я даже не вижу там что происходит сделал теперь мы сделаем вот так вот так вот у нас таймеры привязанных друг другу и каждая этот лампочка привязана к своему таймеру типа вот 1 2 3 4 5 на вот один таймер привязан кнопки другой тоже другой 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 и так всё так получается кнопку у нас должна активировать таймер самой первой и не должна активировать никакой поршень так сейчас я всю привязку еще раз объясню чтобы точно закончить с этим получается вот у нас есть кнопка когда на нее человек нажимает то активируются вот эти два нет не поршни активируются. Активируется первый таймер. Первый таймер загорает первую лампочку. Второй тоже. Вторую лампочку. Третья, четвертая, пятая. А потом уже вот эти поршни активируют самый последний таймер. Вот так получается. Так, давай все вернем на место и загрузим, и лучше покажем. А зафиксируй. Так. Все, готово. Так, давай проверяй. Давай. Сохранил? Да. Смотри, вот я одеваю гропак, получается, ставлю это, и я размораживаю. То, что там все разморозит. Так, получается, нажимаю на красную кнопку, чтобы закрыть дверь. Ладно. Я уже закрыл. Так, вот, получается, я одел гропак. Так, сейчас я могу даже скрыть механизмы, чтобы вот это дело более красиво. Вот гропак, получается. Я могу просто взять, нажать на кнопку, и вот у меня выделяется гарпун. И так же я просто стреляю вот в эту кнопку. Видите? Че это было? Че-то пошло не по плану, дверь выбило. Че, погоди-ка. А, заново загрузили, мы, кажется, забыли. Ладно, давай дубль два. Так, получается, я сажусь на стульчик, ставлю тортик, и включаю прозрачность у механизмов, чтобы их видно не было. Просто для красоты. Так, теперь все очень просто. Просто размораживаем, и получается вот эта красная кнопка, она у нас задвигает дверь. Типа поршень задвигает, дверь задвигается. Так, далее. Чтобы нажать на эту кнопку, мы не просто на нее нажимаем, а стреляем из нее рукой. Во. Хоп. А почему сразу открылось? Как таймеры? Стоймеры как привязал-то? Пффф, еще один дубль придется. Сейчас я проверю, как ты там привязал. Стой, сейчас просто проверим. А давай сейчас включим прозрачность у механизмов, потому что они готовы. Так, должен включаться это последний таймер. Кто-то перевязал, что-то. Так, давай прозрачность включим тут всего. Ага. У поршней особенно. Так, начинаем тест гравпака. Получается, сохраняем его, садимся на стульчик и ставим в себя тортик. Удаляем стульчик. После чего можно все это разморозить. Так, вот, все. Готово. Я даже скрою механизм, чтобы красивее было. В такой же раз. Так, получается, чтобы активировать любую руку, нужно нажать на кнопки сзади. Так же можно от первого лица увидеть сами руки, которые пока что без декора. Вот, я могу просто стрельнуть и все. И благодаря шарниру, который подсоединился к гарпуну, он работает как переходник, и у нас подсоединяется блок. Вот, я могу так же в человека попасть. Все, конечно, разрушит. Могу. Так же я могу открыть вот эту дверь, которую мы как раз таки сделали, да? Вот, получается, у нас кнопка, и, как вы знаете, бьют и боти, если что-то касается кнопки, то оно не будет нажиматься. И поэтому, когда мы нажимаем, мы нажимаем, куда будет стрелять рука, получается, вон в ту кнопку. И когда мы нажимаем кликом, то у нас еще и активируется кнопка. Поэтому, получается, типа, визуальная красота, и у нас начинают загораться лампочки по одной. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Благодаря таймерам. И на самом последнем открывается дверь. А что ты со мной сделал? Что ты со мной сделал? Надо руки без коллизий делать. Так, рука куда-то там улетела. Давай-ка я еще раз нажму на кнопку, чтобы показать именно это все. У нас, получается, выключаются лампочки. И когда выключается последняя, то и дверь закрывается. Это как в оригинальной игре, там тоже так закрывается. Если я вот нажимаю, у нас, получается, гарпун туда залетает. И еще от того, что моего клика, от того моего клика нажимается кнопка. И все делается круто. И теперь я просто могу зайти сюда. Во. Вроде бы перфект. А дальше другое препятствие. Да, сейчас мы сделаем еще одно препятствие и будем приступать, наверное, к декору уже даже. Ну, гробпак вообще быстро строится, да? За 10 минут спаляли гробпак. Да, подожди. Ух ты, блин. Начинал снимать, когда у нас все препятствия готовы, а не так что. Сейчас еще одно сделаем. Ну ладно, что ли? Ну, это препятствие более легкое. Тут вообще даже никаких механизмов не надо. Тупо пропасть. Так, давай, тупо пропасть сделаем. Тупо. Да, давай, такое расстояние пойдет. Сделай стеночку там. А я сейчас сделаю как раз самое важное. Начается у нас будет блок, за которым будем хвататься. Такой. Бабуки. Да, как раз таки в Пойпо Тянь-2 там хватается за один блок и, типа, такую хваталочку и за нее хватается и все. Давай-ка я ее сделаю покрасивее, а то. Так, вот получается. Ну, вроде получилось довольно похоже без декора пока что. Так, ты сделал стеночки? А зачем ты просто блок поставил? Я же хотел красиво сделать. Сверху отключи отброски ней. Да ну, это красиво выглядит как в лаборатории какой-то. А, ну ладно, включи. Смотрите, сейчас что мы делаем. Так. Я, получается, размещаю это над пропастью где-то там наверху. Сейчас, немножко неудобно этой стенки. Круто прям по центру поставил. Вот ставлю, получается, по центру и немножко, самое важное, это немножко вниз опустить. Вот. Так. Немножечко. И теперь мы сделаем веревки, на которой она якобы держится. Вот такие металлические стержни. Допустим, что она на них держится. Вот. Все, готово. Так, сейчас я отключаю тут прозрачность. Ну, потом сделаем освещение, так что потом будет все норм. Все, покрасили и давай сделаем еще один третий граб пока. Что тут и не прозрачность? Может, еще раз рассказать, что я там говорил? Как думаешь? Или нормально получилось? Понятно было? Ну, это да. Понятно было или нет? Да, было понятно. В принципе, чашка, конечно. Так, ну, думаю все поняли, что я тогда сказал про эту кнопку и сейчас мы сделали еще одно испытание. Так, давай с самого начала тогда испытание начнем. Так, обязательно у вот этих самих рук нужно будет отключить коллизию, чтобы потом не застревать там, где попало. Так, получается от нажатия к кнопке любого цвета мы можем активировать сам граб пак. Типа, вот он стреляет гарпуном и гарпун прикреплен к шарнирам а шарнир прикреплен к блоку. То есть все наоборот, да? Короче. Короче, короче. А, я уже тестил этот граб пак. Ты где? Идем. Так, начинаем тест граб пака. Во-первых, урок нужно убрать коллизию, потому что если мы будем нажимать на эту кнопку, то там у нас мы будем немножко застревать в небольшом самом деле. Так, получается, что может этот граб пак? У нас имеются две кнопки управления. Первая активирует синюю руку. Хоп. И можно вот так ей стрелять, например, в дерево, как я сейчас стрельнул. И также я могу стрелять, например, вот сюда красной рукой или той же синей, вон я синий, наверх стрельнул. ой, блин. Рука застояла к щели. Привет. Так, ладно, давайте приступать тогда к этим механизмам, которые мы тут понастроили. Вот, получается, у нас дверь, она изначально вот так раздвинутся, да, ее, типа, тут нет. Мы нажимаем на красную кнопку, вот эту, которую мы поставили, чтобы задвинуть дверь. Типа, для чего мы задвигаем эту дверь? Если у нас просто будет стоять дверь без щелей, то она будет прикреплена к этой стене и физически она не сможет двигаться. А так, все хорошо. Можно было щели, конечно, сделать, но это бы смотрелось некрасиво. Так, теперь про это. Если я нажму, то есть, вот этот предмет попадет на кнопку, то ничего не произойдет. Но если я нажму на кнопку, то начнется таймер. Что сделал, пират? Я, ну, так, исправим. Все, я исправил. Так. Вот, получается, если я рукой нажимаю, то тут у нас где-то загораются таймеры. Да, загораются таймеры и вот так у нас, получается, загрузка идет и закрывается дверь в конце. Также я могу нажать еще раз и все точно так же пойдет в обратном порядке и в конце она закроется. Типа загрузка, как в Побби Плейтайм. Но, чтобы сделать это все визуально, как будто рука нажимает, мы сделаем вот так. Мы выделяем гарпун и делаем то же самое. То есть, стреляем в кнопку. Тем самым мы что делаем? Мы, получается, кликаем и сразу стреляем гарпуном. И получается так, как будто мы реально рукой стрельнули и она открывается, дверь. Это смотрится очень красиво и кажется, как будто мы реально ее открываем с помощью этой руки. Ну, визуально это очень красиво и вообще замечательно. Сейчас у нас обратно закроется и сейчас будет второе испытание. Так, давай. Я для тебя приготовила испытание. А что тут золобу разлил? Который... Это не он, короче. Так, вот получается, у нас там сверху вот такая вот штуковина. Как она там называется, я не знаю. Мне надо стрельнуть рукой. Хоп. И мы, получается, прицепились. Видите, у нас гарпун в руке и мы можем так свободно левитировать. Но нам нужно прицепить себя гарпуном и... Ой. Ты чё, блин? Какая-то длитная пропасть. Да ты же всё рассчитывал. Да я не математик вообще-то. Ну, даже из такого положения можно выбраться. Ты нельзя. Вытащи меня, пожалуйста, отсюда. Сейчас. А, ну ладно. Так, вытащим сейчас. А то Ук со своим грабпаком не может даже выбраться. Не слушайте ухо, иначе окажетесь власть. Да, блин, пропасть надо было поменять. Сделать. Всё. Если мы, получается, хотим перепрыгнуть через такую большую пропасть, как вот эту, лучше этого не делать, конечно, но... Чё я сделал? Ну, зато ты... Да я так не хотел. Короче, я оказался на другой стороне пропасти, и даже не спрашивайте, как это получилось. то есть... Короче... Это... Ну, это был не монтаж. Да. Во-первых, пропасть должна быть немножко поменьше. Типа, она не должна быть, там, длиной в километры, как... Ну, сейчас она кажется маленькой, но, в принципе, нормально. Если мы хотим сделать длинную пропасть, даже длиннее, этой вот, получается, вот так я делаю сейчас. Вот, эта пропасть даже длиннее вот этой, видите? Технически это невозможно, да? Но... Ну, ладно. Для этого мы будем использовать закон рычага. Типа, есть такой закон, который работает так, что, типа, там можно что-то облегчить. Ну, ладно, думаю, все знают. Мы просто берём и перемещаем вот эту верхнюю штуку чуть-чуть назад, вон. Чуть-чуть. И это нам всё облегчит. Типа, без разницы, какое будет расстояние, но если оно будет стоять очень близко к нашей финальной точке, точке B, то всё будет хорошо работать. Типа, вот, смотрите, вот я стреляю. Я стреляю. Попадаю. Вот так перелетаю. И всё, видите, я прошёл. Но, если эта точка будет находиться на... Как сказать? На небольшом расстоянии от точки B, то есть на равном... Вот сейчас я сверху покажу. На равном расстоянии от точки B. Очень оно равное вообще, блин. На равном расстоянии от точки B и расстояние пропасти будет очень огромное. Даже больше этого. То не перелетайте, иначе вы разобьёте. То это будет просто физически невозможно. Знаешь, мне сейчас жалко. Мне придётся погибнуть по имени науки. Ах! Это где-то нету. Вот там и... Говорю, что невозможно. Если... Ну, а если использовать этот закон рычага, я его так называю. Ну, там... Как он по-настоящему называется? И, то есть, мы это сделаем очень близко к точке B расстоянии. Вот это... Чается, вот, я сделал очень близко. Вот сейчас... Да, ты уже сделал. Вот видите, оно очень близко стоит к... К хватателе, к точке B. То я просто беру, стреляю, и уже без разницы, какое расстояние, я всё равно перелечу это. Это можно использовать, если делать там огромные пропасти. А вот сейчас, вот видите, оно близко ко мне, а точки B не... И вот я падаю, получается. Вот так всё это работает, и поэтому можно делать любого размера. Это... Нужно просто будет изменять раз... То есть... Этот... Размещение вон той штуковины. Нужно... Короче, можно делать ямы, пропасти, любого расстояния, просто нужно, чтобы... Вот это, получается, то, за что мы хватаемся, было на... Было ближе... Было довольно близко к точке B. Вот так получается у нас. А так-то всё возможно. Так, кстати, мы вот эту штуку со второй стороны не поставили, а то тут дверь не откроешь теперь. Заперли! А могут... Давай заниматься декором, давай сейчас. Давай. Так, просто такой гениальный рачи можно начинать делать декор. Или ты хочешь перезаписать обзор? Да нет. Нет, просто знаешь, как я хочу. Если ты это всё вырежешь, может как-то мой граб пак видоизменим, просто и добавим туда механизм такой. Просто это реально экономия времени будет. Не понял, что? Ну или добавим. Новый построен, давай, Тернат. Почему? Ну, этот задекорить уже не получится, тут уже неправильно. А что не получится-то? Ну, ну давай попробуем. Тут механизм просто мешает. Так, сейчас мы что делаем, получается, для создания декора? А ты говоришь, что это невозможно, потому что тут стоит механизм, да? А мы просто берём, ставим тут на 10 и перемещаем их куда-то вот сюда. Даже дальше. Смотри, нам сейчас что надо сделать, чтобы начать делать декор? Нам нужно взять каждую часть граб пака и начать её детализировать. Вот допустим, смотри, вот я беру вот эту штуковину, это у нас получается труба, мы её копируем и всё, вот. Вот, наша будущая труба. Нам просто её нужно сейчас взять, 0.2, так, раз, два, три, четыре. И делать из этого цилиндр? Вообще всё легко и просто. Ничего сложного нету. Я так много раз передекодировал. Да легко. По 30 делай, так удобнее. А, что? Ну, конечно, не лак машины делаем, но всё же. Типа, жёсткий декор прям лучше не делать. Прям лакать будет. Значит, смерть будет. смерть от лагов. Надо там рассчитать, сколько градусов. А чё ты удалил? Сейчас я рассчитаю. Сейчас, погоди, я тоже, давай, помогу тебе. 20 попробуем. 20, да. Нет, 30. 30. Это рассчитывай толщину. 25, 25, смотри, 25. Подожди, я просто нулевко ещё поправлю. Ещё и будем по 30 делать. По 30? Ну, давай. Чё, ставим 30 градусов. Так, там чё-то подровнял, да? Да, всё. Теперь по 30 оно будет нормально. Давай проверим. Небольшие заусенцы, но это пофиг. Ну да. Пофиг на небольшие заусенцы. Так, вот мы сделали цилиндр. Буквально за 10 секунд мы его сделали. Так, мы можем его даже разместить на вторую руку. Так, ты можешь мне со второго там убрать там эту штуку? Убери вот этот блок. Молодец. У нас просто неправильно. Ну а сейчас займемся... Видишь, мы делали цилиндр. Теперь нам нужно сделать, смотри, полуцилиндр получается, да? Вот это уже сложнее, вот этот поворот. Ну тут мы можем вот этот же цилиндр дюкнуть. Ща покажу, где. Тут это не надо. Дюкни и поверни его по 30 градусов, но только относительно ровно, чтобы было. Ой. Не 90. 45 хотя бы сделали закругление. Вот я говорю, вот тут надо его поставить. А, тут надо. Вместо вот этой фигни сделать... Не, не там, вот тут, смотри, начало. А. Ну вместо этой фигни тоже надо. Я имею в виду вместо вот этого. Может, я сам сделаю? Что, не нравится, как я делаю? Да. Ну давай. Ну ладно, что. А чем ты хочешь именно? Что именно ты собираешься сделать? Ну вот тут такой поворот. А, поворот? Ну, как делаются эти повороты? Тут получается, просто надо взять тот же цилиндр и его просто поворачивать по-другому. И потом, типа, подрегулировать. Вот это ты его поставил. А мы... Может так оставим? Давай хотя бы два поставим, а то так вообще как-то ну, соль какой-то. Ну, давай. Я механизм наделал. Так. Кнопку. Кнопка раз, кнопка два. Так, я пока вот это дюкнул на цилиндр наш. Давай, дюкай. А я че делаю? Я только дюпом и занимаюсь. Ах ты. Ха-ха. Я даже подписчиков дюпую. Ах ты, злодей. Так, получается, вот мы зациндрировали, зациндрировали, такое стол бывает. Сделали цилиндлики, короче. Теперь нам нужно вот эти цилиндровые наклоны сделать. И вот это уже жёстко. хочешь, я сделаю, если тебе лень. Да мне не лень, может просто мой гропак взять. Да не надо твой гропак брать. Там-то дело, что мы туторио снимаем, нам не нужен твой гропак. Смотри, так ровно. Как будто это гропак с туторио. Нет, ты по-другому подводи. чтобы совпали с верхней. Да я не вижу, потому что у меня тут всё синим горит. То, что я покрасила в оранжевый, они должны совпасться. Тогда получится нормально. А ты знаешь, когда я выделяю, у меня вот это всё синим становится. Да не должно прям всё. Прям всё. Ну тогда верхние грани, чтобы совпали. Да я ничего просто не вижу. Давай я сделаю. Давай ты тогда сделаю. У меня просто отображается всё. Мне вообще невозможно мне это делать. Так, норма. Пойдёт. Пойдёт? Ты чё? Вот эти сначала по 0,05, потом сочетаем побольше. 0,1 потом берём. Может так просто масштабируем? А, ты про это говорил? Да. Только ты не нулёвкой орудой. Видишь сочетание наползания? Надо с каждой стороны по одинаковому расстоянию. Допустим, по 0,05. Я по 0,02 делаю. Ой, по 0,02. О, идеальное шкупление. Чё, вроде бы нормально совпало. Уходим. Так, давай ещё раз тогда так же сделаем. Короче, давай ты делай. У меня отображается вот эта синяя штуковина. Контуры. Мне вообще не видно, как я оставлю, поэтому. А куда ты убрал? Сейчас. Так, у меня отображается получается вот эта синяя штука, их контуры, поэтому я не могу делать. Давай туда. раз, два. Так, подождение, так, чуть-чуть. Вот так. Пират, когда делает вид, что он шарит. Вот, теперь сочетаю 0,05. Раз, два. Тут тоже 0,05. Раз, два. Тут мало, тут надо уже 0,07 где-то брать. 0,08. Да не нулёвко, и ух. Да я 0,05 делаю. 0,05 мало. Ладно, так, сочтём, скажем, новый. Угры. Да нормально, в принципе. так, делай тогда сейчас ещё раз, а я сейчас подойду, я отхожу. Пойдём. Нормально. Ну и второе тоже. ходу 30 тундусов. 1,2,3,4, минут, а годい. Пойдём. ся. Продолжение следует... 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 Ну тут нам еще... Продолжение следует... 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 я честно не знаю куда должны палец смотреть ну а потом разберусь один палец где заборчик металлический тот второй палец сейчас я добавляю как я делаю это же не сложно у нас 2 1.4 мне на самом деле лень искать фотки я найдусь помню как графат выглядит кроме пальцев так опять применим мод общего строительства сейчас посмотрим что мы делаем не так тут еще голубые фигни должны быть помимо этих трубок ладошки вот такие 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 вот такие и смотри у меня как пойдет пока без пальцев я подойду четвертый глаза режет и хотя бы послабее красный хотя бы не из него а то бы мы тут все умерли 1,2,3,4 сделаем типа вот так и типа вторую фигню еще надо красную это такие бортики чтобы проволока не выскочила вот теперь надо увеличить слегка основной цилиндр ну а буквально 005 5 раз вообще раньше я не умел круги делать примерно делаем так делаем вот так приблизительно да ну и уже в этих фигнях держатся руки как раз таки все я затекорил ух че то у тебя не так да не так ну ладно надеюсь что Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 5 градусов, вот такую палочку, потом нам нужно вот так ее продвинуть до сюда, чтобы каждый мог повторить пальцы, делай квадратные. Почему? Не, ну это уже слишком жестко. Че? Слишком жестко, то что пальцы квадратные. Может перчатки сделаем? Не, вот эти варежки, варежек. Варежки добавлены. Ладно, давай сделаем нормальную руку. Да я не копирую, я не копирчик вообще-то. Ты сам говорил пару минут назад, что я копирщик. А, ну я дюпер, но не копирщик. Так, идем помож мне. С чем? Что? Ты кто такой? Обязан. Так, сейчас. Не, реально, давай варежки сделаем. Пойдет. Да не, не надо, нам идем граб пока, а не варежка граб. Если в комментариях будет 50 комментариев сделайте варежка граб, то сделаем. Угу. Он будет чисто русский такой. Надо носить шамку-шамку, чтобы его девать. Блин, я немножко не шарю, что надо делать. Там, не думал, каждый должен быть крок. Да я говорю, обведи увеличь размеры, пока никто не видит. Не пофиг то, что на нас смотрят сейчас 27 тысяч человек. Давай делаем нормальный, качественный. Да у меня качественная рука, в чем проблема? Она у тебя китайская, блин. Она из железа. Смотри, я уже как сделал красивую. Стоп. Это значит, это значит, на что похоже, когда ты делал руку на биде стрессе. Я говорю, что за рука, аги-ваги. Ну да. Да ну блин. Ты еще говорил, что у кого-то там три пальца на руке, но в итоге у всех по пять было. Это у меня было три. Надо. А что, давай три пальца. Давай. Да просто смешно было бы. Не, давай сколько там пальцев на руке у нас. Надо посчитать. Один, два, три, четыре. 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 Ты че делаешь? Убрал. Убери. Не забывай, что мы делаем руку, а не монстра. Он не стрикнул. Но ногти. Миллион лет. Во! Гениально. Что? Градри я как сделал красиво. Осталось только еще красивее сделать. Прикол, ты хочешь или нет? Не хочу быть. Она такая же размером почти. Хватит ссувать свою лапу ко мне. Ну, она качественная. Хоть и китайская, но качественная. Что, реклама? Да. Вообще-то вот Алиэкспресс заказал всего. Нет, он недоступен за санкции. Какой Алиэкспресс? Сам. Своими руками. Вот смотри мне в глаза. Не буду. Смотри. Нет. Ладно. Ну, так ты определись, ты будешь делать пальцы круглыми или квадратными? Круглыми, как ты. Еще скажи под 5 градусов. Под 1, блин, нафиг. Угу, под 0,5. Таких градусов не бывает. На шпателе можно выставить. И пофиг то, что на грабпаке там будет. Все, я сделал этот. Варежку. Смотри. Осталось добавить пальцы. Не, ну ногти-то надо ему. То он не стриг ногти. Да загладит с своими ногтями. Это, блин, робот вообще-то. Просто выглядит круто. Да не круто. Все, убери свои пальцы, блин. И пальцы, как у курицы, типа. Все, ставим 0,05. Да. Сделай пальцы. Круглые. Вот такие, давай. Под 30 делай хотя бы. Или под 45. Не, это что? Это что за линейки? Это не линейки. Да, это пальцы. Ладно. Просто если это покрасить, то это будет. Да, ленивые пальцы. Зачем вообще строительство? В чем? Да я без него сидел, потому что. Да ты мне не помогал? Да я тебе помогал. Я вон вот это все, считай, сделал один. А что, я ничего не делал? А ты делал, ты делаешь руки. А то нечестно. Ну я тебе тоже помогал. Когда? Да блин, я до записи покажу их. Ну вот, пока записи нету, я тебе не верю. Да ты вообще блин. Да вообще злодей, да. И не говори. Ну просто я реально нечестно. Я сделал тебе, считай, весь группак. Еще и руки должны делать. А механизм кто делал? Механизм, ну, ты сделал, но это дело... А кто карту делал именно с пропастью? Ладно, ладно, ну ты молодец. Ну вот и все, вот и все, поэтому... А что ты так по меня? Я вообще тоже что-то делал. Да? Угораем, если что. Ну просто я уже сделаю так дофига, поэтому руки хотя бы сам сделаю. А я что делаю? Мне даже не помогали. Ну да. Копируешь руки просто. Я не копирую, я вообще на твои не смотрю, они дурацки. И рука из хорора, знаешь, такая типа. Лаган мне, конечно. Может я тебе помогаю. Вот так все. Типа рука из хорора такая. Что ты так делаешь? Я ничего не делаю, я не знаю. Мне нечего делать. Ну делай что-то, помогай мне дюпать пальцы. Мне кажется, они какие-то тонкие. Это не так дюпаешь, надо вверх дюпать. Худые пальцы, давай толще делать. Да они нормальные, тут их четыре должно поместиться, а не два. Ну а чего? Так, по тридцать дворец, да? Я просто устанавливаю, ты же против сам. Ну хотя бы три сделаю. Я пока механизм подчинюла, хотя он и так не сломан. Но всем же на это пофиг. Может мне карту пока виды как-то изменить? то она какая-то странная. Может я тебе изменить? Может смотри, но я и буду изменять карту. Тебя! Не, меня не надо. Почему? Смотри, хороший сценарный ход. Типа человек забыл гроб пак, и он не может пройти эту. Он короче тут стоит, такой не может пройти над головой. Ты такой резко берешь, такой бери и прыгаешь. Я такой, это что за фигня? Мне не нравится такой поворот событий. Да нормальный поворот событий. Типа это, знаешь такой, показывает. Все, я сделал палец, смотри. Шестиугольный. Да ты блин. Это болт, палец. А у тебя тут же в реальности пальцы шестиугольные? Смотри на мои пальцы, на мои какие они, они вообще квадратные. Да нормальный палец, я делал, чтобы не лагало. У меня руки не лагают. Так, ну это так. И вот это так. Поставлю большой палец, чтобы фиг мог показывать. Что-то он как-то коротенький какой-то. Ну шо блин, должен быть километровый. Да? Во! Что это такое? Хе-хе-хе. Нормально. Помещается. Не, не нормально. Да нормально тебе кажется просто. Это делаем вот так, вот так. Типичный шпидран. Все, рука попи готова. Что ты все делал? Я ничего не делал. Вот именно, что ничего. Все, нормально. Теперь этот палец. Делаем под углом. А этот длиннее всех. Я думаю, маленький должен быть поменьше. Но делаем меньше. Что это? Крутые шестиугольники. Во! А что ты вообще делал длинным? Какой-то инвалид, знаешь. Вот уфотика тоже корабль смотрел у него там тоже. Все шестиугольное было на корабле. Вообще все. Что вроде рука нормальная, да? Ну пойдет. Ты не говоришь, что я руку не смотрел. Э, они не похожи, моя толщина. Да я не смотрел на твою руку. Как докажешь? На записи по Google будешь посмотреть. Я вообще смотрел на дерево. Инфо, увы, свою голову. И что ты строил в своей мысли? Да. Молодец. Одобряю. Вовуха. О, ай. Мощная. И теперь... Мощная рука от мощного уха. Да, не получается, я теперь знаю. У меня руки не получается строить. Вот. Мы, получается, прикрепляем вот к этому блоку. И блок делаем прозрачным. Теперь тоже самое надо другой сделать. Только покрасить надо. Так, теперь красить. А зачем ты блок удалил? Да, ну... А на механизмы держаться не будет. Ты все испортил. Оп. Да, она будет. Там шарнир на нанометрах стоял. Все, нормально. Вот у нас есть две руки из Поппи Пойтайм. Теперь надо механизмы туда задвинуть. И будет, по идее, игропак готов. Если что, руки поближе переместим. Ну вот, липнули. Как раз таки. Да, сейчас я включу прозрачность. Прозрачность механизмов до конца. ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ но ремень он должен быть на фуфурином силой мысли а и ремни под ухо от меня тоже будут подойдут потому что я тоже квадратный ты вот эту майку ух ты сам ее рисовал да а майку огня тоже сам а если честно а маленького уха где ты вообще оставил м нет реально я сам рисовал выступление но маленького уха я оставил только с премией нет ремень нам нужно добавить еще что то на том пустой какой то у меня нормальный сценарий ход типа ты с грабпаком это будет отличная реклама и перепрыгнуть через пропасть покупать игрок по ухо то монетизация включили вообще не врача поехали проходить у них нет ты бы делал драконьих группу у тебя сколько драконьих у меня драконьих все я делаю им не из металла ай не удыбили все это что за фигня была короче я отключаю коллизию рук чтобы они там не болтались и нет теперь нам нужно заняться декором вот этих штук Ну, сначала давай проверим гропак Ну, давай Так, я сохраняю, загружаю Сейчас будем проверять гропак Садимся на стульчик Ставим себе тортик Даже два Потом удаляем стульчик Далее его надо разморозить Вот так, всё И чё, я разморозил вроде А дальше что? Что-что? Разморозить? Толкай ухо, чтобы он не мог А чё не разморозить? Да ты как неваляшка какая-то А чё с тобой? Чё тебя так штырит жёстко? Я делаю Кажись, я нашёл баг билды Красная рука, она вообще прилипла Она вообще не вертится, по-моему Да хватит падать уже Это был баг Это был баг Так, короче, начинаем смотреть, что у нас получилось за гропак Опять рука застряла Есть отдача, которая его сраняет Ой, блин Ой, блин Да куда ты полетел? Успокойся Моя рука Дай пять Ну чё за отдача жёсткая? Зачем после кого выстрела, тебя фуки кинует в небеса? Я не живой до тех пор Да я знаю Тут руки вообще насквозь прошли Это чё за хер... Тупые руки Кребуки, блин Ай Она вообще прилипла к металлу Она теперь одно целое А чё я застрял в воздухе? Это со мной что-то не так Меня зафиксировали Кто? Давай я попробую одеть А, меня кто раз фиксирует? Пересетнись А, гропак разваливается Что за дичь? О, детальки уха У меня есть детальки уха Продаю Недорого Давай я одену Отойди Да я ещё что не одеваю? Ай Так, получается Я удаляю стульчик И размораживаю Ура Я могу бегать Мои руки Их видно От первого лица Видно и лянки То есть ремни И сами руки Это довольно прикольно Подожди Стрелять можно только от третьего лица Чтоб нажать на кнопку Нужно на неё нажать Стой, стой, стой Остановись Я тут стрельнул Ой Куда-то я стрельнул Ай Ай Что творится? Да ё-моё Чувство рука мести Она летает вокруг тебя И хочет тебя порезать Она возвращается Бумеранг Э, меня с собой возьми Да, меня ты с собой возьми Алё Нет, ты что делаешь? Вообще, сумасшедший Ай, это гробак для одного Блин Поехали Поехали Так, давай я стрельну Чтобы открыть дверь Так, сейчас закрою тут дверь Попробуем открыть её Оп Загорается у нас фонарики И дверь открывается Главное, это не магия монтажа Поднимаемся наверх Где нас встречает вот эта фигнюшка Эээ, рука моя где? Ты куда руку украл? Чё за фигня? Ты руку украл меня Я знаю, это ты был Я не воровал эту руку Да это ты, блин Да я не воровал Честно У меня ещё бездну своровало Всё, давай Так, ну получается Такой был у нас гробак Теперь нам нужно Получается, задрекорировать Вот это Если это можно назвать картой, конечно Давай мы её превратим в карту Да я не знаю, как там всё выглядит Алё Сейчас загуглим Так Давай просто под это сделаем Покинь Так Фото Испытание С бездной Как там? А я уже делаю Там нет такой фигни Потому что надо просто написать двери Да у меня единственный правильный игропак Потому что Потому что он мелкий В основной игре тут А паки большие и тяжёлые А чё ты умер Давай красную дорожку сделаем Типа Чтобы все такие Красные дорожки Крутые Не, не надо Там у них другой пол Вот такой Вот такой Скачай Бобби Бобби Тайм Зайди Сколько он весит? Десять долларов И пять гигабайтов Бладь будем Я только пиратку могу максимум Ты пират Так Я сейчас Какая видеокарта? Идите нафиг Десять шестьдесят Да нафига Так А у тебя чё тянет нормально? А я не в игре Я тут Я не играю Как ты тогда знаешь Как ты тогда знаешь Все хотят Да не Ладно Все кто-то вчера Красил сервер шоу Злоди Так Смотрю я сейчас Доделаю Что мне сделать Вот хотя бы Вот да Датчик хотя бы Красивым Загугли как он выглядит Как ты написал Дверь Под Пиплой Тайм Да Не ну ты так напиши Я не знаю Я нашел какой-то рисованный мультик Она полукруглая идет Так вот я получается доделал дверь и остается только датчик сделать Я не смотри Я не смотри Что там почему не Завтра 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 битва будет Какая битва Страховители погибайте Не я не завтра Да когда В прошлый четверг была Завтра опять Ну раз две недели Теперь раньше Раз в неделю Теперь раз в две недели Снова Что я сказал Да Наш хайпит Погибайте битвы Эээ бери пистолет Так ты посмотрел как выглядит дверь Нет я не могу найти нормальную Там только мультяшный рисовал Мачьи дверь мне придет самому делать Ты уверен то что ты ишь поппи Полыгран с норкут Да А ты уверен что я не знаю поппи поэтам ничего когда видел его собственными глазами Ну и там у двери вот такие вот фигни бывают Как ты любишь выражаться Датчик датчик да Да ты не знаешь как он выглядит Ну типа просто строка да ты говоришь Напиши поппи поэтайм В поиске и все Поппи поэтайм один Геймпой там например напиши Зайди на видео в ютубе и смотри там прям сразу дверь будет открывать Но это не только на конечно Так вот я сделал получается саму дверь Ее внутренности можно удалить Ой кажется не надо было этого делать Что там происходит Где Радиент Рубрика эксперименты Ага Так Какой-то купли Скучно-скучно-скучно-скучно-скучно-скучно-скучно-нагде Тут у нас немножко Диана неправильно Немножко опустить Да уж Нету такого Все я сделал дверь А вот А вот я понял тебя Она другого цвета Типа наверху синяя Тут она красная и желтая какая-то там Типа как-то так Сейчас сделаю Дожди Ты без порога ее делай Сделай тут пол Размером в один блок Нормально выглядела Раз Два Три Ну красная должна быть А вторая желтая Так твоя красная должна быть Угу Ну так Все А наверху синим Должно быть А внизу тоже синим А внизу Внизу там пол А вот так да Вот таким ощущением Только вот эти вот дачечки Желтые И тут нету никакого пара Тут вот так идет Да, вот тут будет у нас пол как раз таки Да ты без фиксации строил Ну Да Я привык с олд времен То что нет такого инструмента Как Или есть Но Его не было Поэтому я всегда без Так иди тогда наверно А, датчик доделай И потом Вдем внутрь Датчик Потом внутрь Ну ладно Сейчас Датчики Ну можно руку дегнуть В принципе Потому что лень Не, ну не лень Но экономия времени Ну Ну дюпни Дюпни Ты же у нас главный дюпер Ну дюпни Дюпни Ну я-то дюпну Но ты же главный А зачем красный Там же синие Там красный и синие Там и гребе А почему там две Зачем ты две делаешь Ну одна декором будет А вторая Нормальная Она Вон же наш датчик Вот там где кнопка Вот это должно быть датчиком Да можно переместить кнопку Просто Не, ну там же так В игре сам Давай здесь скринский Ты другой датчик смотришь Ты не тот смотришь У нас совсем другой тип Ты показывай датчик Для двух рук А мы для одной сделали Вообще-то Все понятно Там только одна рука Давай я тебе тогда скину скрин Ну давай Сейчас У тебя там кстати Большинство просит сделать Дорно монстра Вот этого Как ты сделал В начальной эти ставки Бежал за тобой Так А плитка не Снила Небольшая Так Так прикольно На плитке рисовать Пикселяр Тут открывай двери Он нашел Китай скрин Мы все ждем Тучелик Вот датчик Все я нашел Ну ты другую дверь смотришь Я же говорю А я Вот смотри Это сверху Там видишь только одна Это потому что мы первый датчик делаем А это второй датчик Такой Ну ладно Сейчас сделаем Блин Что я Я хочу из неона делать Ну да Тогда ее заново надо будет строить Так что лучше нет Там просто окружение Надо сделать Круг из неона Может в разные цвета лучше покрасить Ну можно и в разные И вообще Вот тут она где-то находится Чуть выше чем дверь Потому что мы куда-то его задрали Прямо Эти лампочки Они где-то А где эти лампочки находятся Но пускай вот тут будут Все Делаем теперь Прозрачный Лучок Так только поярче Должен быть Синий цвет Представляешь Да и даже фабрика игрушек Тут должно быть Не такое страшное Правда Немножко старое Вот почему тут дерево А не металл Так ты делаешь руку там Да Да я уже ее сделал Теперь смотри фокус Да вот так Вот и все Вот получается Я сделал Смотри Я сделал плитку Вот такую И добавил стенок А ты получается Сделал вот эту Ну поставил сюда руку А почему ты Лампочки-то убрал Я лампочки в другую переместила Где они там Находятся Вот я знаю Потому что они потом Только загораются Их вообще Видно не должно быть Можешь делать Какую-то шкалу Знаешь что надо сделать Надо чтобы Вот эта рука Была в кругу А не в квадрате Ну там-то она в квадрате Там квадрат покрасивее Сейчас погоди Там целая конструкция Просто я же говорю Что я вообще не шагу За паки Я вообще не смотрю на картинку Я по памяти же тогда строил Когда бедостроителей была Вот все Готово Так Я тоже почти Ну там просто бездна Или там какая-то лава Может быть была Там бедна Но у нас будет лава Почему? Не знаю Короче Типа мы сделали Этот детектор А почему ты красную Свою руку-то не убрал Которую сюда поставил Запускай она там будет Да? Ну там просто Не вписывается Поник Ага Вот Возьмешь Так Подойдешь Тебя рукой убьют Так Что мы забыли сделать? Ну на стенах Там конечно Рисунки Но думаю Нам уже не надо Самое главное На вот этот Что за красная дорожка Вот тут надо делать у нас Красную дорожку убрать Постелить вот везде тогда плитку А я пока займусь Зачем обрывом Чтобы будет длинным Таким И как я уже говорил То что можно вот эту штуку Переместить И будет все Хорошо Я маленькую плитку буду делать Чтобы Так Так Сверху я еще ходить Уберу Почтилили И там пропасть Не ну в бэк Прикольно Такой монтаж Типа там Видео Не такое Будет страшно Или кашу Или кашу Да Она меня сейчас убьет Я выделил случайно А это не вода Это пропасть Что-то Это не градиент А постепенное затемнение Так А как мне вырасти Эту плитку даже заметно не будет Знаешь сколько тут Три раза Двести Двести Песчат Так Надо чего Эти добавить Ада Сучи Не Ну Ты бы взяла плитку Как у меня Дюкнул бы ее Все бы Хорошо puntos Тут нужно точно Такую же дверь Только вот тут Поставить Но она уже Должна быть Вот этой штуки Кто нам Д гопан Надевать Так Щас я еще Кое-что сделаю Чё я хочу Да Чё нормально Теперь плитку дюкаем Она везде должна быть Прямо на стенах Тоже Или только На пол Тяна Хотя на стенах Это бы тоже На красиво Смотрелось Если ты Сделаешь Было бы круто И конечно Сделаешь А я сейчас туда вот это доделаю там у нас немножко квадрата у него сойдет и мы паркурием она будет пользоваться кажется еще не один раз упаду может упасать хаги ваги трое съезд так что я хотела сделать забыл тут у нас как-то этот проход какой-то ну ладно уберем а типа у нас пол пропасти как бы плитка висит стоило мне выделить только плитку сразу выделилось все что еще вытуделось что не мешает хинге откуда он тут эхо анимации ну что я сделал на той и на другой стороне а вот семья за которую цепляться не фигню да не надо менять и так будет может сделать стены нужно еще плитку немножко покрасить мне кажется надеюсь что по фонарям никто не будет стрелять и сделаем так как будто некоторые поломаны вот сейчас а че там реально типа вот такого приподнятия в виде холла конечно нет ну у нас да типа вот тут фонарь сам руси я попробую стих я попробую стих делаю вот так чтобы не прополел так все тут начало тогда делать все он длик в пунктах в пунктах как раз покрасить мы в а в в основном механизм на стенах в в я не знаю почему там дерево мне это нравится хотя там металл пойти я так от себя сделал дерево желтый красный все еще одна дверь а и не надо открывать упал ну ты меня толкнул владей то ты меня хотел толкнуть я тебя столкнул атак все равно ладно если зацеплюсь за лампу сломанную то я упаду да упадешь давай сделаем так как ты так делаешь лампу там сделать чтобы она плохо очень по-первых это а можно встать давайте под такой зацепился такой нет да ты будешь зацепляться в нее наверное ну и эпично перецепился потому что надо чтобы об крышу никто не залетал сейчас у меня есть идейка как это сделать но я просто надо чтобы вам эта штука не касалась но так она просто упадет зона надо вот так делать я буду вот это держать здесь здесь покончить сделать они уже будут спрятаться к вот так что сделает вообще невозможно чтобы она там вообще на краю прям еле еле держалась вот так вот я сделаю да упадет упадет да не упадет вот у них колизию не надо отключать такого тех которые их уже держит так ну чё получается готова да а нет не готова не она еще кое-что сделать сначала понимаешь подаешь такой уже потом хочу я то нет на брусичка падает и потом короче уже нет нет ты падаешь и потом перецепляешься резко за ту фигу которая неоновая а чё я то ну потому что ты у нас бета-тестер бета-ух а чё в конце там будет не в конце прыжок не веры а смерти ладно вот ура я прошел там прыгаешь типа такой прыгаешь такой прыгаешь а там этот зэг я встречаю не значит можно сделать это это будет очень круто хлеб хлеб хлеба у тебя нет хлеба нет у меня хлеба я играю тут работают у меня есть я не знаю опять затем ну крутое типа это кисель малиновый тебе почти мило так сейчас я так делаю киселем малиновым а где второе да да кто красный перекрасил кисель малиновый ну смысл просто вот тут в бездну нельзя падать там в бездну можно падать почему потому что тут будет кисель малиновый ладно чтобы ты такой ныряешь и пьешь все ныряние в кисель малиновый не а я и знаю что нам надо поставить зэга не страшнее ст скале пошли делаем комнату какие комнаты издеваешься власть отсюда пошли гравпак проверять ну давай это доделаем и все я просто хочу чтобы начало такое крутое сделать все это честно последний давай идем плитку с собой возьми у меня нет найди я не плитоксика да еще мы ее что мы ее да я знаю я не беру то значит не могу разговаривать логично ну что давай тогда делать дальше плитку с собой возьми плитку возьми короче тут будет очень твое любимое затемнение но все равно вот именно в этот момент я я как я тебе не свяжу она хуже будет так свяжу и ты начало много еще работа вообще нет после маска через готовые сюда доделать то чем то похоже на дуку дихи внутри расцветка это не там где я щас вот я тут смотри сюда нужно тоже тут будет ставить кнопку ты в киселе малиновом или где-то да в киселе малиновым ливись кисель малиновый потому что дать надо все заходи в кисель и тут и тут будет хаги-ваги когда нажмешь на кнопку у меня есть и 2021 года конец старый дать нам еще игропад дюкать нужно сюда еще кое-что дюкнуть и из кое-что из киселя маниного изолента его не слепить значит хочешь можно построить ходила и не думаю что мы успеем ой думаешь нечего да ну нафиг заказывать вот именно в этот момент порвалась вот смотри ужасно страшно именно в этот момент порвалась заказ так как что право закажем опять твой самок и новость это крутое затемнение кисель малиновой не отступит а после киселя малинового что будет селя не нам все давать дюпать ходе воде и это еще готова короче я хочу сделать скример есть так показать значит то сделай голову хагика типа такой идешь идешь нажимаешь на кнопку она такая падает на тебя так что будем сначала дюпать граб пак или хаги ваги граб пак граб пак а не пин то у тебя нету ну типа я тогда буду такой мы вместе идем проходим первое испытание отцепляюсь за лампу и умираю а то уже проходишь дальше ну и так хочешь то можно и так ну так так и надо а то что мы зря лампу упавшую делали ну чтобы она просто упала и разбилась сна когда мы мы на нее просто процент стрельнили может даже не падать так сейчас я по законам физики ну мочи тебе придется пойти так она я полетел на уровень твисте я прилетел это уровень твисте вот твой граб пак смотри он стоит 50 долларов в игре давай заходи я тебе сейчас за бесплатно так что упакована в почте России доставляем как раз в ускорителях все готово два ну бракованный ну пофиг ну давай его проверим ну зачем мне кажется он бракованный а я тебя просил плитку дюпнуть ты ее дюпнул кажется нет крутой граб пак да граб пак не валяшка надо два торчика ставить тогда проверим твой граб пак на работоспособность мы забыли дверь мы забыли дверь задвинуть так ну тогда а почему тут плитка валяется где он там плитка валяется когда по ней бегаешь пират ясно отошел она пройдет походи пить а вот здесь нету может его живым достанете ясно отошел теперь это так так и Продолжение следует... 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 нету на написать dn то есть лучше подписаться хочешь прикол если я прыгал в малиновую а не нужно в эту малиновую комнату делать портал повыше поставь обратно могу в малиновую тисель вернуться о нет это же кейчур помнишь мы по первой мете шарились помнишь это я ушел у меня тут нету ты тут есть кто тогда говорит гений автоответчик так давай ставим хаги ваги все готово отойдет участвует сделай то чтобы он типа такой стоит стоит потом колесо наклоняется эти поездки ты же сам к нему не подойдешь вот так вот вот но все подойдут четко у него портал потерялся а голову хаги ваги то видно не будет ты потолки бы выше сделала то он это еле вмещается что у него ноги под землей нет реально его голову виду не будет я чё собираюсь делать ты мои мысли не читай пожалуйста то надо будет карту для пряток сделать поток да это будет следующий краткий опять мысль нет но попи больше хайпит потому что знаешь сколько у тебя грабпаков уже там ладно пошли давай так получается мы все закончили я сделал скример капера там прохлаждалась давай его протестим хотя бы давай ну получается мы идем по темному темному коридору и попадаем туда где есть красная кнопка конечно же нажимаем и на нас выходит хаги ваги и что а там еще камера включается дядь валера а где он чё с дядь валерой да подожди дядь валера у него камеры кнопки провязались отлично о нет это же дядя ну где он его даже не видно ты скорая ты дофига поршней сильно поставил я их на скорость большую поставил а все нормальный скример короче вот давай ты нажимаешь на кнопку о о нет это же о 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 У тебя тут блинка летает. Почему у меня одна рука сзади? Да блинка-то пофиг. Блинка это баги жизни. Давай стреляем в лампу. О, лампа. Лампа. Офигенно, блин. Не попало. Убирай теперь. Все, не так пошло. Давай, убираем уже. А, подожди. Все, ты погиб, давай. Героически. Да он погиб, стой. Ты за меня сейчас зацепишь. Ну ты везучий, блин. Цепляйся за лампу, короче. И мы будем паровозиком, в итоге ты пройдешь. Ах! Я лампу с собой до сих пор вожу. Повезло, повезло. А ты, блин. Я надежнее буду. Я в закуличье. Да там-то ты что забыл? Это поппи плейтайп. Давай заново, все. Давай. Ну запокаривайте, значит, все. А было прикольно, очень смело даже. Вообще, мне не понравилось. Ты все испортил, как обычно. Что это за фигня, Фрейзер? Блин, ты меня взял и за куниси отправил. Давай, поехали. Нет, ты за меня цепляйся. Мне за эту фигню, а за меня. Все. Так и главное... Мне главное в лампу попасть. Все, распеклись. Стой, погоди. Закроем дверь. Начинает записи. Давай, открывай дверь. Не, давай я. О нет. Нам надо перебраться через пропасть. Давай за лампу. Лик, ну давай, я надеюсь. Давай за лампу, блин, стреляй уже. Лампы, блядь. Да у меня гарапаки не работает. Да работает, а то у тебя, блин, что-то не так идет. Короче, все, давай. Подожди. А ты в лампу попал-то? Мне в лампу попало, она со мной сейчас. На красной руке. Да что же эти дни, а почему у меня не работает гроба? Ты как выжил, блин? Сейчас лампу. Лампу с собой возьмем и дома повесим. Цвет будет. Ух, тут малиновый кисель, что мне делать? Не прыгай. Опять тебя застрел. Давай задум. Там неправильно сделано. Надо ее приклеить. Пока не сохраняю. Сейчас приклеим ее. Это апокалипсис реально какой-то. Из плитки. Не. Прикольно было. Плиточный апокалипсис. Би лайк. Правда, когда я цепляюсь за лампу, она сразу это поклеит. Она меня даже с собой не таращит. Представь себе. Себе умирать не надо. Все, я приклеил плитку. Можешь сохранять. Не сохранено. Давай. Давай, иду к тебе. Какой-то уже дубль. Если совместно считать, то где-то 12. Расфиксируй. Вся карта, можно сказать, готова, как игропаки. Так что мы можем начинать. Так, первая функция этого игропака. То, что от первого лица очень красиво смотрится. Вторая функция, это то, что он может стрелять. И с помощью этого даже активировать двери. То есть кнопки. М. Ты активировал, вообще-то. Я нажал. Так. О, нет. Открылась дверь. Идем дальше. Ой, блин. Ну, вообще, кошмар ужасный. Лампа, давай, стреляй по лампе. Огонь. А за что нам цепляться? За другую лампу, которая не сломана. Идеально. Я выжил. Нормально. Я тоже живой. Только мы с собой лампу... Подожди, я лампу с собой поближе прийду. Так, смотри, тут малиновый кисель. Погнали. Подожди. У меня вторая рука сломалась. Не пошли. Погнали. Погнали. М. А, это что такое? А, малиновый кисель опять. Чё не работает? Портал, я говорю, мне больше ставить. О, я в течку. А-а-а. А-а-а, шарниры за сущность считаются. Да и меня тарабанит. О, всё. А я... Идём, идём. А ты... Сейчас я тебя спасу. Да, качучу. Давай, где мы пошли. Погоди, я на кнопку нажму, давай. Хоп-хоп, чё-то пустота, блин. Кнопка? Что она делает? У-у, как же интересно. Давай нажмём. Давай. А-а-а-а. 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 Помогите. Куда он меня уносит? Ты чё, вон, за ним бежишь? Себя-то это нафига. Я не съел. Ну ладно. Ну, думаю, это всё. Ой. Там этот, за нами он бежит. Он обратно приедет. О-о-о-о. Давай вот заново включим. Ой. Какая же подозрительная кнопка. А-а-а-а. И всё, типа нас хавали. Типа нас хавали. Ну, думаю, это уже всё. Большое тебе спасибо за помощь. Чё там делать? Этот ролик должен выйти завтра. Если я, конечно, спеределать. Да он. Да убьем. Прикольно попилились. Развалился. Мы будем заканчивать. Пусть не строил. Давай битву. Между мной и тобой. Погоди, пока не страдай. Чай, карту угроблю. Что это не было. Кто похитит поп-первый? Какой, блин. Давай. Раз. Погоди, погоди. Я карту уничтожаю. Что с картой? А, всё. Нет-нет-нет, ещё не всё. Да ё-моё. Раз. Два. Три. Мой бой. Да не меня похищаю. Надо похищать друг друга, а не ходи ваги. Ты чё? Да, да? Да. Ну я его. У меня одна рука у меня сломалась, там вторая. Всё, спасибо. Видите, заскалил ходи ваги мой. Не-е-е. Заскалил. Давай ещё тебя спорю. А нет. Ты не сможешь. Давай, давай. Давай, давай, попади. А на драконьих игр... Можно было бы игроков похищать. Да, бюта, бот пройдём. Давай, Хреги-Вайги, это будет наш корабль. Спустить корабль на... Поехали. Ну, на... Небольшой пример. Поехали. Да, ты, блядь, не двигайся, не двигайся. Да, не думаю, я что это делаешь. Что ты делаешь? Беды хаги-ваги, блин. Ай, блин, чё так... Он чё из пластика? А я... Блин. Иди по тупу. Меня забыл уже. Нет. Ну, я ничего с этим не могу поделать. Догоняй. Круто. Вот ты сиди там. Моя билдбот проходи, теперь я забогатею. Ну чё, я ещё догоню, погоди. Я даю фору, сейчас я заново загружу грабпак, одену. Да не надо ещё не загружай, я ещё не в зоне дюба. Всё? Я тебе скажу, когда можно. Нет, я тебе скажу, когда можно. Всё уже можно. Ну, теперь да. Грузи. Да я тут выживаю, как могу. А! Я упал с корабля. Да капец, его тут переворачивает. Лучше на нормальном корабле лучше, наверное, плыть будет. Катя, догоню. Знаешь, давайте секретную операцию. Давай ходи. Ты знаешь куда? Ты где? Нет, ну давай ходи куда ты увезём. На машине. А ты где-то сам. А, ты там, ты ходи ваги? Ну да. Чё, я доктор игропак вижу. Да я уже умер. Сейчас давай его увезём на машине. Какой машине? Есть машина. Давай его в кузов грузи. Мне уже лучше начать монтировать, потому что мне только вот завтра ещё бы кладывать. Там сколько вырезать. Да чё вырезать-то? Оставьте все смешные дубли. Делали серые экранки. То, что не получается. Ну типа ты знаешь. На, укради своего хаги-ваги напоследок. Неудачный дубль. Это не вырезай на всех отдельно. Я буду всём, я всё вырежу. Да нет. Не надо врач органов. Я его убью. Нет, ты не посмеешь. Да-да-да-да-да-да-да-да. Всё, я выхожу. Пока.